В Свято-Веденский собор привезли фрагмент креста, на котором был распят Иисус. Святыня пробыла в Караганде сутки. За это время поклониться древу пришли больше 15 тысяч прихожан. Православная святыня помещена под стекло в серебряный ларец. Это 10-сантиметровый кусочек дерева, один из самых больших фрагментов креста, на котором более 2000 лет назад распяли Иисуса. В Караганду реликвию привезли из греческого монастыря Кутлу-Муж, которому и принадлежит часть древа. Ну и с другой стороны, сам крест Господень для нас есть свидетельство того, что это события действительно были, не есть некий вымысел, как некоторые люди считают, что Иисуса Христа не было, мифологическая личность, вроде каких-то легендарных Гераклов и им подобных. Кто даже если верит, что он и был, то он не был распят, не претерпел эту позорную смерть. Поэтому для нас этот крест, наличие в нашем городе, еще раз дополнительное подтверждение истинности слов, сказанных в Евангелии и того предания, которое до нас донесла Православная Церковь. Поклониться животворящему кресту пришли тысячи верующих. Собор принимал прихожан круглосуточно. Очередь из желающих приложиться к святыне выстроилась до самых ворот храма. Такое облегчение на душе, свобода какая-то, вот то, что задумала, понимаете, я считаю, что все будет исполнено. Мы христиане, это радость, понимаете, люди едят далеко в Иерусалим для того, чтобы приложиться к святыне, а тут нам сюда привезли, это большой праздник. Почаще бы привозили сюда, это просто, я не знаю, какая благодать, столько народу. До Казахстана древо вывозилось только в Россию. После Караганды реликвия отправится в столицу и лишь потом, на место своего пребывания, полуостров Афон.